всем привет сегодня мы будем убедать шуба у меня салат я его сделала уже давно я уже половину тут ну съела и с капустой тушеной тушеная капуста с перцем красным желтым луком репчатым грибами шампиньонами чесноком и солями нет ветчина по моему называется ветчина не солями в общем всем приятного аппетита кто будет с нами кушать ну и хорошее настроение и всем счастья здоровья нам тоже ваня сам себе положу тебя вот ложечка ты же ложка уж есть я уже потерял получился салат вообще очень вкусный потому что потому что попалась офигенно вкусная селедка или потому что это делая зачем началось то что ты это сделал а почему ты-то сказал то что я зачем ты так сказал чтобы подумали зачем тебе надо чтоб так подумали зачем это как это давай мы сейчас только что сидели обсуждали тоже тот момент но прошлое видео мы когда снимали ну-ка тарелку подвинься поближе чудо так далеко то все ваши будут и это по поводу питания так много комментариев в ну смысле отрицательных было много комментариев что вот я деньги не хочу платить экономлю там круче всего навалом если интересно заходите читайте просто дело-то не в том что я хочу сэкономить не не жалко я сто раз ему уже говорила давай я там буду давать деньги ты будешь питаться просто он сам не хочет и вот сейчас вот сидели мы с ним разговаривали он говорит что он не один там такой то есть получается чем мы все такие там сколько у вас говоришь кушают детей или платных нет из 30 с лишним человек ходит и 28 а уже 28 ну вот уехал-то в турцию и куда-то одну да но ты вон один же они тебя там еще девочка ушла одна короче понятно ладно неважно просто что столько народу всего лишь обедают в нашей школе тоже о чем-то говорит это говорит о том как я считаю что готовят во первых невкусно он постоянно приходил жаловался что это я не ел это я не ел суден давали то я не ел есть невозможно то мне плохо было с этой еды то еще что-нибудь не поэтому мне проще тогда вот что-то ему купить такое что я буду уверена ну буду уверена в том что он это съест то что я готовлю дома каждый день он может взять сам конечно сейчас уже до начали ругаться что зачем брать с собой а что в чем проблема то я не понял почему нельзя взять с собой еду что за запрет таки тоже не понимают если ребенок не ест вашу еду если ему отвратительно ваша еда почему он должен сидеть гол голодным если есть возможность взять с собой в школу я вот это вообще не поняла юмор это вот сказали когда в пятницу на тебя на ругались сказали что нельзя да и только в пятницу по моему еще в среду или во вторник в общем на этой неделе просто у меня есть возможность купить ему да там почему булочку сок вот не выдают на работе сок молоко бесплатно почему я не могу ему дать собой то например в школу куплю булочку мне не жалко там пера пироженку какую-нибудь пироженое там а кушать он все время с утра в принципе не хочет он больше ближе к обеду хочет кушать аппетит разыгрывается и он домой уже приходит где-то в первом часу спокойненько там получается на перекус а тут пришел в обед покушал раз нельзя собой еду я просто беру и хлебушек мне дают хлебушек я ем где наберу я в столовый хлеб у нас там есть черные и белые больше всего предпочитаю чего хочу там пицца не продают пирожки не продают у нас раньше продавали мы спокойно могли прийти купить пирожок пиццу там какой я ему даю деньги на чай ну да где-то в четвертом классе спокойно можно было купить а в этом году ничего нельзя это все чё за фигня такая я говорю как только вот появится там пицца пирожок там на чай вот он пока чаще сколько ходит берет дают там чай можно смысле что купить чай я мама два рубля на шоке нашел они у меня все еще в этом кормале были вот ну пока хоть чай он там купит там пироженку я могу дают с собой покупаю там булочку он с булочкой там перекусать ничего в этом не вижу мы когда в школе учились у нас тоже были такие обеды чай булочка такая шупом длинная с изюмом раньше еще прикалывались какие-то моменты такие что-то булка с тараканом сегодня у нас на обед булка с тараканами на ее называли сейчас таких булочек нету не найдешь вот бывали у нас и вообще йогурт и попьешь и все вот тебе весь обед чему сейчас ничего нельзя или 2 если хочешь пожалуйста иди покупай себе что хочешь пирожки пиццы там всякие разные были понимаю быть 90 рублей в неделю да 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 даже эти говорю сына не в деньгах дело там просто например я заплачу за эту неделю а он из этой недели один раз только сможет поесть остальное деньги-то не возвращаются они не пересчитывают тоже систему придумали сам шоке решет такое я наелся поел до этого лапшичку по и поел еще чтобы не хочешь попробовать ты такое предложение странное дала если честно но вдруг я буду опять снимаем матча не накормила ребенка салатом по поводу того что я сказала что я ваню не поняла ну прошлом видео вот именно про прошлое виде шагуру ваня можешь объяснить момента когда он говорит вот что с рождения раньше не надо было там до еду до платить за еду питались все бесплатно 1 5 класса надо платить но я так я сначала ничего не что куда чему откуда а потом то до меня дошло когда я уже подумала так подольше посидела повзрослела оказывается он имел ввиду что с садиком что садик ты ходишь но он то думать не надо платить хотя мама там платила великие деньги за садик чтобы ты там кушал конечно я еще между прочим у нас поселки за садик оплачивалась гораздо дороже чем в городе здесь вот нижнем тагиле здесь дешевле за садик платят за ребенка и когда ты ходил в садик это какой год то был я платила помню последние платежи у меня были две с половиной тысячи за месяц я платила за месяц представляешь две с половиной тысячи а мы за день тратим-то еду только сейчас ну сейчас магазин сходить ничего не купишь на ткани а здесь вот у меня раз здесь много знакомых то мы из тагилы города девчонки рассказывали что они платили 1800 на тот момент какая колоссальная разница да хотя в нашем поселке нет ни работы нифига коммуналка тоже очень высокая завышенная люди все на выезде в основном работают завод наш разорили сейчас так и продолжается это все дело ну ладно и какая-то шея длинная смотрю на видео и вытружится сумша науча длина вот и потом то до меня дошло что ваня сказал а по поводу того что я не понимаю иногда ваню да что я имела ввиду ну тоже смотрят тут знают мы так общаемся это нормально дело нормальное явление что мы так общаемся у нас вообще мы можем поругаться тут же через пять секунд пойти пообниматься поцеловаться это для нас нормальное явление я имела ввиду что вот маша машу больше я понимаю потому что она легче она проще она как тут у нее все на поверхность да а он глубокомыслящий человек у него он куда-то в какие-то дебри заходит у него какие-то там идеи там какая-то мысля там которую господи разработал не знаю сколько он ее носил носил чтобы потом разродить маме высказать а мама сидит давать чего кого но для своих годов вот я говорю он вспомнишь каком-то году ты сделал мечта из оригами не в том году это было по моему позу том году в 9 лет наверно нет 10 9 или 8 вот так обедал сам сам я вообще поражаюсь я говорю тон если хочет если ему надо что-то он все вот вывернется сделать я это сделал потому что мне было скучно вот я про то что с машин мне легко потому что она такая на поверхности на лайки вообще она не заморачиваться не парится вы как есть такие ваня надо так понять это надо его до такой степени вот это вообще не знаю у нас с тобой одинаковая речь не можем воспроизвести все да а ты имеешь ввиду донести мысль ну маленький словарный запас я книжки не читала в детстве ты тоже не хочешь читать книжки по сравнению с тем что маша читала сколько маша прочитал ты вообще вот вот прочитал поэтому маша может высказывать на вот даже если какие там словарные ребусы там вот она прям легко яду я поражаю нифига себе молодец как а ты хочешь сказать то что какой-то студент уже пошел на работу ею 19 лет она умнее тебя да почему какой-то студент я промашу говорю все данный момент так ну она мне да она мне меня но у неё она такая как это из мультика город который сидел там вот она вот такая же у нас а ты наоборот такой бру-бру-бру-бру-бру тоже хотя смотрю начинаешь тормозить когда в игрушки играешь и машка но она умная девочка все молодец и мне нравится как ленивец да 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 ну это и понятное дело вы же разные от разных отцов поэтому один такой ребенок один такой ребенок и матери надо как-то найти баланс с обоими я вот когда с машей мне почему легко потому что я же говорю а с собой так капец у меня мозг трещит понимаешь то что первый ребенок уже ушел ты все равно со вторым не можешь разобраться она еще не ушла хоть она и ушла она мама да мама то мама это мама все мама помоги мама то все равно куда дети от мамы денутся никуда ты на всю жизнь на конечно самостоятельно но бывают моменты когда она конечно обращается за помощью конечно ты думаешь ты должен вырастешь будешь обращаться ко мне если надеюсь все нормально ты вырастешь все хорошо будет если не будешь обращаться я так думаю ты наверно будешь меня это содержать да тут некоторые люди когда нас смотрят я смотрю вообще не понимают ни нашего разговора не нашего юмора не наши интонации они воспринимают через свой призму то это вот все как бы вот они и вот у них бы и вот зачем я этого не понимаем вообще разные люди мы вообще живем по-разному думаем по-разному делаем какие-то выводы по-разному естественно провоцирует ой подвижение то слово как тот раз маша общество сообщество да блин слова забыла племена но хотела сказать племена у вас про и цирруя через себя короче вот так горячая капуста очень вкусно кстати я купил эту капусту она такая кудрявенько почему-то она похожа на пекинскую листья вот такие кудрявенькие кудрявенькие как я нет никак ты вот это я помыла голову и они у меня это вылазит ты ж наелся я чуть положу тебе хоть понравилась капуста или нет нормально нормально да есть может но лучше бы не готовила да да тему что еще сделать раз хотел сказать так ты же порошку хотел а просто в руку пусто лежит думаю надо ее сделать нужно наговорю такая жесткая оказалась я думаю на салат она как свежая а она оказывается нифига не свежим нет не мягкая просто она не сочная да как грубая жесткая такая игру похоже на пекинскую кудрявенько такая морщинистая но круглая и вот я и взялась один шинковал дуну все равно салате мы и не сидим она испортится а в капустке с колбаской шампиньончиками с перчиком красота очень вкусно все ваня сейчас уже учится по шесть дней про тренировки конечно девочки там некоторые написали что я нормальное явление по три часа там заниматься но все равно жалко жалко ребенка он приходит весь вымотан и он сейчас спать ложится вообще в 10 часов вырубается просто-напросто даже в девять вчера услуга и не только вчера но все так устает мальчик него так жалко но он сам прям бежит на эти тренировки я поражаюсь вот между прочим ну это хорошо я грунт когда ходил на греко-римскую борьбу он был совершенно другой он ходил к мужчине там был такой мужчина бугать я думал ну все у нас же еще проблемы там с ванька были характером я не могла с ним справиться и думала но он его на путь истинных поставит не вега с ним женщина какая-то тренер справилась по баскетболу она его нет да и ванек сразу такую хорошенький стал потому что она любит дисциплину и у нее мальчики все дисциплинированным почти почти но новенькие наверное еще плохо пока старенькие дедушки какие-то но такой жестко держит вообще от высокие все естественно бывают не слушают и кольцо кидают когда начата говорить стучат наказание очень жесткие наказали наш говорю она прям так просто не помнишь когда оттамин александровна уезжала куда-то там нас другое другая женщина заменяла снова ольга вот на сколько минут опоздал столько джима не делал до тучу опоздал начать 60 отжиманий первый раз я так опоздал на 50 минут и 50 и все по 50 делал 50 джима не 50 уголков коробочек лодочек уголков и пока это все не сделал тренировку не начинай знаешь как у меня потом ноги с ней я никогда не опаздывал как стартанет не видать его уже только искры из-под пяток летят а со школы приходишь почему-то главное а их отпускают то поздновато он а ему надо и покушать и переодеться успеть и дойти до тренировки а бывает тренировка в одном месте бывает другом месте вот и вот которым малый зал называется или до шахта шахта вот там далековато бежать надо до этой тренировки блин пока до нее добежишь и еще если ты пойдешь большой зал а тренировка будет мало на зале и ты уже опаздываешь на 10 минут знаешь как мне приходится бежать да как почему раньше-то не выходим а потому что я забывал то что в моем зале и потом бегом а я поела так вкусом капуста блин вообще тушеную обожаю надо нас это еще попросили салат рецепт надо будет как-нибудь снять видео как я шубу делаю лук мариную муха на кухне возвращается что-то она вообще в загул пошла тонюха на кухне дорогие друзья давай ваня доедать будем заканчивать наше видео спасибо что заглядываете к нам на канал пишите комментарии всех вас любим целуем обнимаем приготовим ролл потому что тест у нас тестирование показала что все хотят а домашние роллы но я их сделаю необычными поэтому а волшебные до волшебные летать будут залетать только так ладно все увидимся за зави на следующий мукбанги и всем пока пока